друзья всем привет привет youtube привет каждый наш подписчик продолжаем снимать одну из ваших любимых рубрик на тему какие работы необходимо проводить в своем саду в данный период года сегодня у нас предпоследний день зимы 28 февраля на улице тепло плюс 7 градусов вчера у нас был целый день дождь кто внимательно смотрит видео все знают что я из украины город киев под последним видео были комментарии людей у кого и северные регионы да там еще может быть снег так что вы внимательно я рассказываю про нашу климатическую зону приятного вам просмотра друзья как всегда начинаем с газона газон у нас уже требует первую подкормку сегодня мы будем удобрять газон селитрой аммиачный во всех видео я рассказываю советую всем подписчикам первую подкормку газона не только первую ранневесенние подкормки проводить азотными удобрениями такими как селитра аммиачная или же карбамид для чего газону раннее весно необходим азот и что он дает во первых газон быстрее нагоняет зеленую массу а во-вторых газон быстрее просыпается после зимы немаловажную роль конечно играют погодные условия если на улице тепло теплые ночи солнечные дни газон быстрее проснется друзья прошел я только что по газону видно что он уже немножко подсох не так как было неделю назад травостой уже сухой благодаря ветру а сам грунт влажный вот сейчас как раз хороший момент вносить азотные удобрения друзья напоминаю вам норму расхода удобрения кто забыл или вовсе не знаю селитру аммиачную носим два килограмма на сто квадратных метров газона то есть на одну сотку газон еще очень важная деталь это вносить удобрения равномерно ни в коем случае не разбрасывайте его пучками по газону пока все никаких работ больше я не советую проводить до вычесывания до скарификации газона я думаю нужно еще подождать недели две как минимум мы будем смотреть по погоде грунт еще влажный и скарификация если вы будете ее сейчас проводить она просто будет неэффективной теперь переходим ко второй теме это обрезка плодового сада на этой неделе мы уже обрезали несколько садов сокодвижения пока я не наблюдал нам много людей писали про сокодвижение кто-то написал с одессы что обрезал абрикосу сокодвижения нету кто-то писал с германии что тоже сокодвижения нет я пока не наблюдал сейчас идет полным ходом обрезка плодовых деревьев можете обрезать смело после обрезки советую свои сады обработать медным купоросом у нас на канале есть видео как мы эту процедуру делаем обязательно под видео в описании я сброшу ссылочку кому интересно тот посмотрит переходим к третьему вопросу это хвойное растение после последнего нашего видео нам поступило немало вопросов на все наши ресурсы в основном люди спрашивают можно ли хвойные сейчас обрабатывать и можно ли их разматывать кто укрывал отвечаю обрабатывать свои хвойные пока не советую потому что среднесуточные температуры очень низкие если вы обработаете это будет просто неэффективно всегда советую обрабатывать мед содержащими препаратами мы всегда обрабатываем свои хвойные фунгицидом медиан экстра у кого такого фунгицида нет в продаже в регионе тогда можете попробовать фунгицид к сайт я обязательно в описании под видео опишу кто не услышал как препараты называют поводу обработки пока не спешите будем смотреть какая будет погода обработку перенесем на следующую неделю или вообще через две недели будем обрабатывать все хвойные растения теперь по поводу укрытия своих растений кто укрывал свои хвойные растения смело можете уже раскрывать их такие растения как ель канадская или же разные виды сосен пускай они еще будут укрыты агроволокном так как эти растения боятся ранее весеннего солнца пускай еще пару недель они будут укрыты а все остальные такие растения как туя или же можжевельник смело можете разматывать. Кипарисы так же само, разматывайте. Еще люди спрашивали, можно ли высаживать уже растения. В основном, почему-то спрашивали про плодовые растения. Отвечаю на ваш вопрос. Да, растения уже можно высаживать. С такой зимой, как у нас была, можно смело эту процедуру делать. При том, что температура грунта плюсовая, грунт вообще не мерзлый. Так что смело занимайтесь посадкой растений. Можете хвойные высаживать, лиственный плодовый сад. Можете этой работой заняться. Также несколько подписчиков спрашивали, можно ли стричь свои растения. Отвечаю, да, можно. Один наш подписчик с города Астрахань присылал видео мне в инстаграм, как он подстригает свои можжевельники. Для первого раза получилось неплохо. Передаю ему привет. Также можете подстригать свои живые изгороди. Такие изгороди, как из берючины, из граба, из бука, все хвойные изгороди. Всю эту работу смело можете проводить. Присылайте фотографии своих участков, присылайте видео своих участков. Если будет интересный материал и материала будет много, можем даже сделать какой-то интересный фильм. Так, друзья, кратенько я вам рассказал, чем нужно заниматься ближайшую неделю в своем саду. Всем спасибо за лайки. Подписывайтесь на нашу страничку инстаграм. На той неделе после нашего видео активно начали подписываться на страничку инстаграм. Скоро там уже будет тысяча. Для кого-то это может и мало, для меня это много. Спасибо каждому человеку за подписку на наш инстаграм. Также подписывайтесь на наш ютуб канал. Ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok